Всем привет, с вами Роман и сегодня ко мне на обзор попала вот такая вот модель без коробки. Это Tank Vickers, модификации F вроде как, от польской фирмы Mirage Hobby в масштабе 1.35. И сегодня я вам покажу, что это за модель, что она из себя представляет и как она вообще из себя выглядит. Итак, первое что мы видим это инструкция. Вот отдельным листиком дана цветная схема окраски на два варианта, под финскую армию и под английскую. Видим как все это выглядит тут у нас. Ну и непосредственно сама схема сборки, вот декалька видим на два варианта, под финские опознавательные. Вот, краткая историческая справка, технические характеристики, но все это дано на польском языке и на английском, больше не на каких. Ну вот, такая вот схема сборки, здесь видим условные обозначения, схемы расположения деталей на летниках здесь нету, что не очень удобно для модели бронетехники. Видим как все это собирается. Ну, схема сборки имеет массу неточностей, я вам сразу говорю, то есть некоторые детали, вот такие вот D9, она B9 должна обозначаться, вместо D15, B15. Ну и тут очень-очень много косяков по именно инструкции. Ну, в принципе, если вы опытный моделист, то я думаю вы разберетесь. Так, следующее, что мы видим, это вот такая вот виниловая гусеничная лента, ну, видим какого она качества. В принципе, лучше поискать где-то наборные траки, хотя, в принципе, и вот эти, они смотрятся, ну, так, сносно, я бы сказал. Не идеальные, но пойдут. Видели мы получше, ну, бывает и хуже. Так, ну и что касательно самого пластика. Ну, как видим, Миражевский пластик, у меня уже было много Миражевских моделей на канале, здесь ничего нового. Видим, здесь даже вот, если так присмотреться, присутствует фактура литья брони. Вот. Видим, как все это выглядит. Есть утяжины в довольно большом количестве. Вот. Облой мелкий коэде присутствует, следы стыков пресс-форм. Ну, как бы. Стандартная Миражевская модель. Так, это летничок с башней. Следующий летничок, это у нас детали корпуса плюс видеоролик. Видим, моторный отсек. Ну, видим, как это у нас дано. Вот, как сетка здесь нависована. Этим все сказано. Вот. Эту модель от краха спасает только ее безальтернативность. Ну, вроде как безальтернативность. Я не знаю, может, кто-то и выпустил такую модификацию Викерса. Ну, вот, я лично не видел. Так, видим, на некоторых летничках есть обозначение, что это там D, а некоторые, ну, там A, B, C, D. А на некоторых летниках этих обозначений нет. Вот и угадай, что производитель в инструкции дает тебе за номера. Ну, видим, как это все у нас тут выглядит. У нас катки, какие-то элементы траков, еще прочее дребедей. Так, следующий летник. Тут еще одна рама моторного отсека, уже другая, походу, от другой версии. То есть, здесь, конечно, универсальные летники ложатся в каждый набор. И под каждый дается инструкция под разные версии этого танка. Видим, лобовая броня тут дана. Тоже видим тут, с таким моментом, тут как бы тоже есть фактура, вот металла именно дана. За это, конечно, им огромный плюс. Ну, опять же, это не спасает ситуацию. Вот так вот это все вылетает. Тоже следы от толкателей. Зачастую в невидных местах, в остальном. Все радости моделизма. В виде утяжин и прочего бреда. Так. Ну, тут вообще трэш. Смотрите, не знаю, так должно быть, не должно быть. Вот. Вот этот вот стык, он дан наружней расшивкой. То есть, скорее всего, перерезать придется. Дана, клепка. Видим, утяжины на вот этих местах. Ну, по-моему, утяжины на этих местах у всех моделей Т-26, которые производятся от любого производителя. То есть, по-моему, даже на Хобби-Боссе такая хрень встречается. Конечно, могу ошибаться. Ну, по-моему, так. Ну, и видим, как все это выглядит. То есть, это основа корпуса, самая ванная. Ну, и элементы ходовой. Ну, и последний летничок. Тут катки над гусеничной полки. Ну, и прочие детали ходовки, данные нам. Видим, как все это выглядит. В общем, не сильно интересно. Вот некоторые номера отпечатаны прямо на детали. Привет из 80-х, наверное, 70-х годов. Ну, все, такая вот модель. Она не безинтересная, в любом случае. Знаете, я бы такую даже, наверное, бы собрал. Ну, так как модель не моя, эта модель была Димой Мураевым прислана для моего знакомого и коллеги моделиста Толика. Вот. Ему с ней и долбаться. Я могу только когда-нибудь в дальнейшем обзавестись такой моделью, собрать ее. Ну, не знаю, буду я этого делать или нет. Потому что, честно, в последнее время скопились такие закрома несобранных моделей, что просто уже даже приобретать ничего не хочет. Потому что, ну, просто ложить уже некуда. Вот. Хотя творческий процесс идет. В общем, вот такой вот обзорчик. На этом мы его будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ставьте лайки под видео. Больше лайков, быстрее выйдет новый ролик. Ну, и все. На этом пока.